Давайте обратим внимание на наш шаблон. В нем присутствуют некоторые области. Это те области, которые, возможно, понадобятся менять после старта проекта. Например, область текстовая, мебельный магазин, телефон, время работы и футери, адрес. Для того, чтобы админ мог их менять самостоятельно, но без привлечения разработчика, в битрексе есть специальный компонент, это компонент включаемых областей, который обязательно должен использоваться в проектах, в которых необходимо менять такие области. Давайте для примера внедрим такой компонент для логотипа и для телефона. Давайте разместим компонент на тестовой странице. Итак, рассмотрим параметры компонента. Здесь, как видно, из параметров включаемой области могут быть трех видов для страницы, для раздела и из файла. Давайте подключим, включаем область из файла. Например, из директории include назовем файл logo.php. Сохраним. Такого файла сейчас не существует, давайте его создадим. Вот мы сейчас находимся в директории include. И теперь перенесем сюда тот текст, который необходимо дать на редактирование. В данном случае это текст мебельный магазин. Вот он, это ссылка в теге h1. Давайте ее скопируем из шаблона. Разместим файл logo.php, сохраним и посмотрим, что у нас есть на тестовой странице. Мы видим ссылку «Мебельный магазин». Стили отличаются, так как она размещена в теле страницы. Давайте разместим вызов компонента включаемых областей в шаблоне. Так, заместим в теге h1 вызов включаемой области. Сохраним и обновим страницу. Так, мы видим, что у нас появился компонент включаемой области. Мы можем изменить эту включаемую область прямо здесь, в публичной части. Так, как мы видим, здесь используется тег а. Давайте то же самое проделаем для телефона. Создадим еще один файл, назовем его phone.php. Разместим в папке include. И в данном случае скопируем сюда все, что находится в спании с классом tel, то есть телефон. Разместим здесь такой же компонент. Единственное, в параметре укажен другой файл, phone.php. Сохраняем. Обновим страницу. Итак, мы видим включаемую область, которая доступна для редактирования. Давайте что-нибудь изменим. Сохраним. Видим, изменения применились. И можно было заметить, что у нас немного поехала верстка. В данном случае для телефона немного переместился вверх. Это связано с режимом правки. Давайте его выключим. И все встало на свои места. Давайте обратим внимание на страницы news list.html и каталог.html. Когда мы рассматривали обверстку, мы заметили здесь использование некоторых блоков, которые используются только в этих разделах. В данном случае в разделе новостей и в разделе каталог. Это вот блок текстовый. И также упомянули, что необязательно создавать отдельный шаблон сайта для того, чтобы отобразить этот блок, можно воспользоваться специальными технологиями. В данном случае технологии это включаемые области, и можно разместить включаемую область для определенного раздела. Давайте это сделаем. В данном случае создадим вызов компонента включаемой области для раздела и разместим ее на тестовой странице. Итак, у нас есть вызов для раздела. Здесь указывается суффикс имени включаемой области. Давайте сохраним. И перенесем вызов компонента в шаблон. Шаблон внутренних страниц. Футер. Итак, давайте для начала определим, где у нас в верстке будет располагаться этот блок. Откроем верстку страницы News, NewsList. Вот он этот блок с классом sb.text.blog. Он идет после блока с классом sb.action. Также здесь используется sb.event. Давайте найдем что-то похожее в футере. Вот есть блок sb.action. Давайте разместим вызов компонента для включаемой области для раздела здесь. Сохраним. И откроем раздел новостей. Включим режим правки. Так, мы видим, здесь включаем область и возможность добавить область. Давайте добавим область. И разместим здесь верстку для раздела новостей. В данном случае это весь блок sb.text.blog. Сохраним. Так, мы видим этот блок. Давайте проверим, отображается ли он только в разделе новостей. В каталоге его нет. Соответственно, давайте проделаем ту же самую операцию для раздела каталог. Сознаем здесь включаемую область. И добавим сюда верстку из страницы каталог.html. Так, вот он текстовый блок. Вставляем, сохраняем. И также проверим отображение этого текстового блока только в разделе каталог. Допустим, перейдем в раздел компания. Здесь мы не видим этого блока. И в соответствующем разделе новости отображается блок 1 и в каталоге блок 2. Давайте перейдем в раздел news. Мы видим, что здесь появился файл sect.inq.php. В нем как раз и лежит та включаемая область, та верстка, которая должна отображаться в этом месте. То же самое можно наблюдать и в разделе каталог. Давайте перейдем туда. Вот он, этот файл.